Мы оказались в селе, которое называется Коноплянка, Ульяновская область. Здесь очень красивый свет, золотой час и заброшенная церковь. Мы прочитали в Википедии, что это церковь Архангела Михаила. И хотим поговорить о Руси с Дарьей Ананевой, Павлом Андреевым и Денисом Стрелковым. А София Кропоткин, София, кстати, сегодня за кадром. Паша, как тебе Русь? В таких местах мы всегда очень жаль за нашу православную церковь. Потому что вместо того, чтобы реставрировать такую красоту, которая здесь есть и во многих других деревнях и селах по всей стране, они строят алипалаты и храмы. И в этом плане во все годы церкви были примером вкуса. И над ними всегда работали лучшие художники, лучшие архитекторы, приглашали самые медитые люди, чтобы расписать собор внутри, либо спронировать, спроектировать облик снаружи. А то, что происходит в России сейчас, это очень похоже на строительство, я не знаю, таких бизнес-центров. Когда люди стараются строить подешевле, с непониманием, не знаю, основных правил вписывания зданий в окружающую среду. И это очень просто потраченные годы. И на волне желания восстановить порушенные церкви и ренессанса православия в России, по большей части было потрачено на строительство новодилов, вместо восстановления той красоты, которая, например, есть и здесь. Да, церковь действительно очень красивая. Мы побывали еще немножко внутри. Пойдемте, мы тоже вам покажем, что там внутри. Где экскурсия? Да, потому что никто, наверное, из наших читателей в ближайшее время не доедет в село Коноплянка. Поэтому мы сделали это за вас, приехали сюда. Хотим вам показать, как тут все. Вот вы можете видеть, что на полу остались только перекрытия деревянные. А вот на стенах сохранились элементы росписи. Не знаю, вытянет ли моя камера, но я постараюсь максимально приблизить. Смотрите, можно еще различить фрески и очень красивые своды. Смотрите, они цепарные струны. Да. Это Денис, но это не с вами первая обложка. Я спрашиваю вам, потому что первая обложка у нас уже есть. Но нам нужно еще. Даша, как у тебя вообще ощущения здесь внутри сейчас? Ну, не знаю. Ну, мне, наверное, не надо, чтобы грустно. Паша. Не знаю. У меня нет каких-то ощущений. Мне просто кажется, что да, это странно, что здесь ничего сейчас нет. Вот. Я говорила, что как раз в Кировской области есть похожее прям построение. В Судском районе, где находится родовое поместье братьев Леснецовых. Это известные российские художники. Вот. И там есть точно такая же церковь. И все находится в точно таком же плохом состоянии. И про ту церковь известно, что там я использую как новый склад для хранения удавлений. И из-за того, что это узкий склад, именно стены выглядят похожим образом. Потому что, ну, всякие химозные штуки, звездка. И это все очень быстро разрушалось. И у меня прям флешбэк на Киров такой идет. Но там, кстати, что очень круто, там это начинает все. Что ты, маршручка? Начинает все это сохранять. Нету такой разрушения. Да, я думаю, что это, на самом деле, типичная история, наверное, не только для Кировской области, но еще для целой кучи разных областей. Будем заканчивать наш видеоблог видом из окна. Посмотрите на Русь. Вон она там. И, конечно же, в каждом из нас. Часть домов закрыта на замок. Основные дома, которые лучше сохранились. А часть, вот, например, этот дом стоит открытым. Сейчас мы попробуем туда попасть. Так, попробуем немножко пройти внутрь. Так как дом открыт, думаю, что... Да, давай я со мной. Смотрите, какой прекрасный был вид с крыльца. Дверь вообще-то вынесена, и кажется, что тут кто-то побывал до нас. Мы внутрь совсем не пойдем. Наверное, это было бы слишком нехорошо. Но вот, посмотрите, вот есть окошко. А, кстати, там еще и битое окно дальше. Не знаю, хорошо ли видно. Смотрите, там сохранились фотографии. Фотография, видимо, хотя и синичка, видели внутри дома? Офигенно. Смотрите. Фотографии. Нет, это слишком прекрасно, чтобы туда не пойти. Я очень надеюсь, что мы не навернемся, не сломаем себе шею. Так. Мы прошли внутрь. И тут много птиц. Они начинают паниковать. Но, посмотрите, эта печь, она сохранилась в палате. Большой сундук. Посмотрите, какой свод у печи. Вот, собственно, часть, вероятно, где шла готовка. Вот, да, там наверху в палате. Тут остались полки, окошко. Слушайте, когда-то это был отличный дом. Да, посмотрите, а вот место красного угла. Сейчас там не осталось больше икон. Но самая интересная часть, конечно, это фотография. У меня... Несмотря на то, что дом был, конечно, открыт, и очевидно, мы не первые, кто тут есть. Тут выбито окно, а прочее. Все равно очень неловко, но... Смотрите, был подпул. Ужасно интересно. Давайте мы попробуем, что ли, снять фотографии, которые висят на стене. Тут был еще один красный угол, видите? Там какие-то совершенно невероятные красивые снимки. Посмотрите, сколько... Этот человек в форме, со звездой на фуражке. И посмотрите, женщина в платке. Вот еще одна печь. Денис, как у тебя? Ну, это прям как-то невероятная гандашность. Я надеюсь, что тут все было хорошо, и люди были счастливы. Посмотри, дай тебе тоже фотография. Да, я видел, они тут молодые, даже и старшие совсем. И в углу тоже фотографии. Вот эти фотографии крупным планом. Посмотрите. Красивая, романтическая фотография. Молодые люди стоят. И тут в углу еще несколько снимков. Нам повезло, что мы попали сюда в светлое время суток. Да, в общем, коноплянка – это место сильных каких-то эмоций от ощущений истории. И в углу тоже. Наконец-то. И в углу тоже. И там суток. И в углу тоже. И там, конечно, все новые сутки.